У меня вопрос, что вы везете здесь? Ну, я не имею права вам отвечать. И как вас зовут? Я не обязан путать. Целая гора медицинских отходов. Некоторые отмечены как эпидемиологически опасные. На одном видна бирка клиника БГМУ. Там сейчас располагается госпиталь для больных коронавирусом. Вместо утилизации их свалили в кучу в ангаре на севере Уфы. Эти фотографии житель города прислал депутату Курултая, председателю башкирского отделения партии «Зеленые» Руфине Шагаповой. В одном из ангаров находятся свыше 20 тонн отходов, которые лежат, медицинских отходов, которые лежат там уже на протяжении нескольких дней. Их нужно утилизировать. Я уже говорил, что в течение суток практически, да, но этого не происходит. Наш телеканал приехал сюда в компании помощника депутата и следственно-оперативной группы полиции. Постройка без адреса расположена в промзоне неподалеку от ТЭЦ-3. По кадастровой карте земельный участок отведен для размещения кислородной станции. Территория огорожена забором, ворота закрыты на замок. Увидев полицейских, водитель попытался дать задний ход. Так, не пустой, что ли? Нет, не пустой. Кузов машины отказался доверху заполнен пакетами с медицинскими отходами. Большая часть из них красного цвета. Это чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы. Судя по биркам, некоторым мешкам уже почти двое суток. В салоне машины список медучреждений. Среди них есть и те, где содержатся больные ковид-19. Водитель сообщил, что работает в компании по сбору отходов НСК «Экохолдинг», но не знает, какой груз перевозил. Откуда их забрали? Вы так не ответили. Я ниоткуда их не забирал. Мне сел за руль, меня посадили сюда, я вот приехал. Это ваша машина? Я водителем работаю. Нет, эта машина не моя. А где вы работаете водителем? Вот компания «Экохолдинг». У меня к вам вопросы. Ваш водитель сказал, что вы заместитель компании «Экохолдинг». Как вы оказались в этом машине? Я помощник. Вы помощник? Вы из компании «Экохолдинг». Я не могу никакую информацию вам давать. Зайти на территорию полиция не смогла без санкций прокуратуры. Прибывший на место сотрудник природоохранной прокуратуры быстро опросил задержанных и уехал, не ответив на вопросы. Из кузова «Газели» тем временем начала кавать красная жидкость, похожая на кровь. После того, как личности водителя и экспедитора были установлены, «Газель» вместе с грузом уехала вслед за полицейской машиной. Эти ворота так и не были открыты. Что хранится на территории за ними конкретно в этом ангаре, остается загадкой. Не исключено, что к следующему визиту людей в форме он уже будет пустым. Медицинские отходы категории «Б» и «В» представляют эпидемиологическую опасность. Это могут быть, например, загрязненные в ходе операции инструменты и материалы, а также кровь и ткани пациентов инфекционных отделений. Законодательством для этих отходов предусмотрены строгие правила транспортировки, обеззараживания и утилизации. Такие медицинские отходы должны перевозиться в специальных автомашинах. Будка должна быть герметична, из моющего материала. Соответственно, в этой машине должно быть установлено моющие средства, холодильные камеры. При поездке свыше четырех часов у этой машины должны быть включаться заморозки. Соответственно, как утилизируются вот такие медицинские отходы? Там два способа. Это физические, за счет большого давления пары, или термической обработки. Это сжигательный завод. В мае инспекторы общества охраны природы сталкивались с похожей ситуацией. Неподалеку от этого полигона, в той же промзоне, работники без каких-либо средств защиты сжигали медицинские отходы в обычной печи буржуйки, которая не может дать нужную температуру. Роспотребнадзор приехал с проверкой два месяца спустя. Ни мусора, ни работников уже не было. Я считаю, что это нужно на законодательном уровне усилить эту работу. И я буду обращаться в общественную палату Российской Федерации, чтобы рассмотрели, что эта деятельность была лицензированная. Мы позвонили в компанию НСК «Экохолдинг». Их телефон был отключен. Также мы обратились за комментарием в природоохранную прокуратуру. Там сообщили, что начали проверку по этому факту. Телеканал ЮТВ продолжит следить за ситуацией. Артем Валитов, Рустем Нурешев и Анастасия Никишина. Телеканал ЮТВ.